К юбилею программы «Время» мы продолжаем рассказывать о тех, без кого и невозможно представить. Антон Верницкий пришел работать еще на советское телевидение. Он рассказывал, пожалуй, обо всех главных для страны событиях. Иные журналисты от такого, что называется, бронзовеют. Но точно не Антон. Ровно 25 лет назад, день в день, 1 апреля 1991 года, я вошел в это здание. О, в те самые двери. Так началась моя телевизионная карьера. Антон Верницкий сам про себя снимает репортажи для Инстаграма. Теперь уже нет жизни по ту сторону камеры. В наше время камера везде. А журналист Верницкий всегда был человеком своего времени. Нам сказали, что данная авария никакого отношения к террористическим актам не имеет. Историю новейшей России можно изучать по репортажам Антона. Ситуация в городе спокойная, никто не стреляет. Верницкий пришел на Первый канал сначала простым монтажером. Но очень скоро редакторы разглядели в нем талант репортера. Улица Ночной Москвы. Антон Верницкий. Специально для программы «Время». В 90-е годы молодые и талантливые быстро делали карьеру. Верницкий стал ведущим политическим обозревателем. Я видел всех премьер-министров Российской Федерации. И всех снимал от Гайдара. Гайдар Черномыльдин. Потом даже... Кириенко? Кириенко был, да. Вот редкий кадр 98-го года. Журналист Верницкий делает репортаж об экономическом кризисе. С тех пор менялись события, состав правительства. Многие из этих политиков уже ушли в историю. Некоторые стали легендами. Начните когда... И все это на глазах у корреспондента программы «Время». Вот здесь, под лестницей на даче, по сути, вся моя журналистская жизнь. Есть уникальные аккредитации. Например, поездка в Бонн, тогда столицу Германии. Или комендатура Чеченской Республики. Или Олимпийские игры в Пекине. Верницкий всегда был репортером, который умеет простыми словами рассказывать о сложных событиях. Конечно, большинство командировок – это работа в президентском пуле. Причем Верницкий был одним из первых, кто в свое время записал интервью с Владимиром Путиным. Еще в 97-м году. А вот другие уникальные кадры. Антон Верницкий вместе с Константином Эрнстом монтирует первый документальный фильм о президенте, который снимался в день его рождения. Слушай, а у вас перед встречей много секунд. С тех пор еще много было совместных поездок и доверительных интервью. В 2009 году Верницкий отправился вместе с Путиным на остров Чкалово. Вылавливаем в Охотском море белуху, на которую ученые должны поставить метку. Как только все было закончено, белуху стали заносить на глубину. И все быстро валим. Вот спустя они вместе проехали через Дальний Восток и Сибирь. Сотни километров по федеральной трассе Хабаровск-Чита. Владимир Путин в фильме сопровождает поездку как запах свежей краски и запах свежего лужиного асфальта. Вы же прекрасно понимаете, что губернаторы к вашему приезду латают дыры, красят фасады заборов, домов, с той стороны, с которой проедете вы. Этот острый разговор на берегу Сибирской реки запомнился и коллегам по президентскому пулу. Я правильно сказал, я помню Сибирь, у Путина где-то на заваленьке вы сидели. Поражает его способность задавать важный и нужный вопрос президенту на пресс-конференции. Владимир Иванович, происходящая сейчас наша экономика, это расплата за Крым? Может, пора об этом честно сказать? В Кремлевском пуле десятки журналистов, но некоторые пользуются особым доверием политиков. Но для этого надо пройти долгий путь в журналистике. И вообще говоря, это должен быть очень честный путь, чтобы вот это в какой-то момент стало происходить. Я думаю, что Горницкий один из таких вот очень немногих людей, конечно. У нас уже стемнело за время нашего прямого включения здесь, в Сочинских горах. Прямое включение для программы «Время». Антон Верницкий делал это около тысячи раз. И операторы знают, что он справится. Самый крутой, Антон самый крутой. Но на самом деле, каждый раз Антон волнуется. Слушай, давай померяем пульс. Пока корреспондент ждет выхода в эфир, он слышит в наушнике студию. Может, послушать Андрея. Там у нас Андрея, вы видите? Это один из выводов. То есть у нас сегодня будет классика. Катя, Антон, да? Да, Катя. Антон Верницкий, Антон, пожалуйста. Да, Катя, в нескольких метрах от меня находится та самая... Катя, Антон — это любимая тема для пародии на новостные программы. Антон. Да, Екатерина. Еще в 2000-х Верницкого регулярно пародировали в КВН. По сути, это был собирательный образ российского корреспондента. Антон, что-нибудь видно с того места, где вы находитесь? А вы знаете, Татьяна, ничего... А, нет, вот что-то, Антон, да. А, нет, это дерево. Спасибо, с вами был я, Антон Верницкий. Верницкий так давно работает в эфире, что многим не верится, как он до сих пор такой молодой и по-мальчишески веселый. Время замри! Антон, например, играет в хоккей за сборную журналистов. И когда получает травмы, сам Овечкин по интернету шлет ему привет. Антон, привет, это Александр Овечкин. Особо не переживай. По поводу сломанного носа у меня четыре раза сломано, зуба нет, поэтому все нормально. Это же знаменитый обозреватель политический Первого канала, Антон Верницкий. С чувством юмора человека. Чувство юмора редко встречается у политических обозревателей. Но инстаграм Антона Верницкого – это настоящая пародия на новости, которую он каждый день снимает от души. Готовимся к завтрашнему матчу Россия-Англия. Антон любит интернет. И это взаимно. Верницкий уверен, что блогеры лишь дополняют современное телевидение. Знаете, как я говорю, сейчас интернет убьет телевидение. Не убьет он пока. Пока нужны журналисты, которые будут рассказывать об этом. Не так, я увидел метеорит, ой, как это здорово. А который будет рассказывать, что это такое, откуда он прилетел, куда он упал. Искать экспертов, которые это объяснят. За четверть века поменялось название канала, логотип, сменилась аппаратура. И некоторые жанры в программе «Время». Но Антон Верницкий был и остается ее лицом. И как люди относятся к этому лицу, понятно, если понаблюдать за Антоном хотя бы один раз во время съемок. Извините, пожалуйста, я с вами сфотографировался. А можно сфотографироваться? Конечно. Спасибо большое. Можно, пожалуйста, тоже? Ты тут сегодня дня из-за этого. Да? Давайте, давайте. Я сфотографировался. Ну-ка, вы представляете операторов, корреспондентов, официальные операции. Антон Верницкий и Светлана Зимылина для Первого канала. Слушай, нам работать, ребят. Катерина Кибальчич, Владимир Гриневич, Катерина Белова и Арсений Байбулов. Первый канал. Спасибо вам. Всем спасибо. Отработали. Субтитры сделал DimaTorzok